Иван Сергеевич Тургенев Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж, она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День ее, нерадостный и ненастный, давно прошел, но и вечер ее был чернее ночи. Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рождения. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком. Одаренный необычайной силой, он работал за четверых, дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал, и, налегая огромными ладонями на саху, казалось, один, без помощи лошаденки, взрезывал упругую грудь земли. Либо Петров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой березовый лесок смахивать с корней долой, либо проворно и безостановочно молотил трехоршинным цепом, и, как рычаг, опускались и поднимались продолговатые и твердые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе. Славный он был мужик, и, не будь его несчастья, всякая девка охотно пошла бы за него замуж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова